Профессиональный опыт и навыки, уверенное реагирование на изменения оперативной обстановки, ежедневные сопутствующие военнослужащих и командование части 55-30, помогающие выполнять ответственную миссию по поддержанию мира и спокойствия в стране и регионе. Ни одно поколение солдат войсковой части 55-30 – это личный пример мужества и чести, взаимовыручки и выдержки, командной сплоченности и боевого духа. Так было, есть и будет впредь. В нашем коллективе служат истинные патриоты, для которых слово «служение Отечеству» является не просто словами. Это их праздник, и именно им, наверное, скорее всего, адресованы все поздравления. Все военнослужащие нашего подразделения горды теми подвигами, которые были совершены людьми, отстаивающими интересы нашей Республики Беларусь, борющимися за сохранение территориальной целостности. Именно поэтому в нашей части мы очень гордимся героем Советского Союза Степаном Афанасьевичем, который является почетным военнослужащим нашей первой патрульной роты. Первые шаги для воинской части 55-30 были особенно сложными, вспоминает первый командир Геннадий Колесник. Тогда не было котельни, стояли лишь одни буржуйки, а личный состав накрывался матрасами. Сегодняшние созданные условия несения службы в значительной мере отличаются от тех без малого реалий трех десятков прошлых лет. Геннадий Леонидович признается, воинское формирование создавалось семимильными шагами, буквально по крупицам. Приехал командующий и сказал, если мы через месяц сможем это сделать, значит будет часть. Не сможем, значит части не будет, сделают роту и на этом все закончится. И самая главная проблема, это было, когда невозможно было, не было специалистов для того, чтобы обучить личный состав. И вот нам на помощь пришло, конечно, к ОВД города Полоцка, Романовский, нам полковник помог. И люди с ОВД приходили сюда и занимались на протяжении месяца, как с офицерами, так и с солдатами. Вот так вот начинали, формировались, строили, делали, создавали войсковую часть. И она до сих пор, видите, живет, развивается, и дай бог ей, пускай развивается. 29 лет со дня образования. Цифры сродни независимости белорусского государства. Вместе с становлением суверенной республики росла и развивалась и воинская часть. Ее же функции из года в год оставались неизменными. Обеспечение спокойной и мирной жизни белорусов. Как и все подразделения внутренних войск, мы осуществляем охрану общественного порядка, обеспечиваем общественную безопасность, выполняем задачи по разминированию, охране исправительных учреждений, ну и перечень других задач, в том числе, которые возникают при возникновении особых условий. Помимо выполнения ежедневных задач, сегодня воинская часть 55-30 активно принимает участие в военно-патриотическом воспитании белорусской молодежи. На базе этого воинского формирования функционирует два военно-патриотических клуба «Сокол» и «Рубеж», в рядах которых на сегодняшний день насчитывается более 100 школьников. Вместе с гостями и друзьями части, сегодня эта молодежь также пришла поздравить личный состав и командование с важной датой. Среди присутствующих, взглянувших на праздничный огонек и представителя новополоска, помимо теплых и благодарственных слов, части вручили сертификат на приобретение компьютерной техники. Хочу поздравить их с годовщиной, 29-летием, с день образования части. Ну и самое главное, пожелать хорошей службы, мирного неба над головой, чтобы их дома ждали родные и близкие, чтобы все у них было прекрасно. Мы будем выполнять все задачи, которые возложат на нас государство. Я уверен, что мы их выполним с честью, с достоинством. По-другому быть не можно, когда все устремления направлены на служение нашему народу. Раз, два, три. Антон Лещенок, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».